В эфире телеканала ННТ новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И вот о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Побег из Шоушенка по-дагестанским. Из кирпичного плена в Каспийске вызвали ли гражданина Белоруссии? Бастрикин отреагировал. Подробности в начале выпуска. Дети – цветы жизни, но, к сожалению, не у каждой семьи они есть. В Дагестане зафиксировано более 19 тысяч пар с диагнозом бесплодие. Воевать на фронте легче, чем иметь дело с местными чиновниками. В Кизлярском районе участнику СВО отказали в соцподдержке. Мы попытались разобраться. Лишний вес – угроза здоровью. Но когда его не удается поддерживать своими силами, на помощь приходят врачи. Подробности далее. История об удержании в рабстве гражданина Белоруссии на кирпичном заводе в Каспийске дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанского управления следкома. 24 января в социальных сетях была размещена публикация о незаконном удержании мужчины по имени Дмитрий в качестве бесплатной рабочей силы. Помощь пострадавшему оказала дагестанка – волонтер движения «Альтернатива», который занимается поиском безвестия пропавших и вызволением людей из рабства. Когда она вывезла мужчину с территории предприятия, неизвестные стали преследовать ее автомобиль и преграждать ей дорогу. Ты никого отсюда не заберешь, отойди от моей машины. Я тебя снимаю, отойди от моей машины. Сейчас в Следственном комитете Дагестана организована проверка данной информации. Все процессуальные мероприятия находятся на контроле Бастрыкина. Следственный комитет Дагестана возбудил еще одно уголовное дело после недавней стрельбы на улице Ермошкина в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского ведомства. В покушении на убийство подозревается 34-летний махачкалинец. Он выстрелил в шею своему знакомому, когда они сидели на заднем сидении автомобиля. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачам удалось его спасти. Подозреваемый сбежал, но в скором времени был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. И в продолжении темы криминала. Участника поножовщина в ресторане «Аура» в Махачкале заключили под стражу, сообщает Верховный суд Дагестана. Меру пресечения 26-летнему дагестанцу накануне избрал Советский районный суд Махачкалы. Напомним, что 21 января в ресторане во время ссоры обвиняемый бросился с ножом на незнакомого ему посетителя. Мужчину с серьезным ранением грудь доставили в больницу. В отношении виновника инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он пробудет в СИЗО до 21 марта. И к другим темам. В Дагестане более 19 тысяч пар с диагнозом бесплодия. Такие данные приводит Республиканский Центр охраны здоровья семьи и репродукции. Это значит, что примерно каждая десятая пара не может завести детей по состоянию здоровья. Как отмечают эксперты, зачастую причиной такого исхода является запоздалое обращение к врачам. Важно не терять время и не игнорировать диспансеризацию. По словам врачей, доля ответственности лежит и на плечах родителей. Необходимо говорить с детьми на тему репродуктивного здоровья. Это позволит оградить их в будущем от совершения ошибок. Важно прислушиваться и к жалобам своих детей, чтобы вовремя выявить проблемы. Магомед Курбанов переизбран на должность главы Табасаранского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Всего на эту должность претендовали 11 человек. На прошедшем заседании каждый кандидат представил свою программу развития района на ближайшие пять лет. После чего депутаты приступили к голосованию. За сохранение Магомедом Курбановым поста проголосовал 41 человек. Первый раз он стал главой Табасаранского района в начале 2019 года. Воевать на фронте легче. Так боец СВО Нажмуддин Джабраилов отзывается о своих попытках получить земельный участок в селе Рыбалка Кизлярского района. Руководство местной администрации отказало ему в дополнительной мере социальной поддержки, ссылаясь на отсутствие земли. Хотя, по словам Нажмуддина, свободных участков предостаточно. Более подробно о проблеме узнали наши корреспонденты. Подробности у Камилы Мехтихановой. Там проще воевать, наверное, чем вот эти их чиновничьи пробивать. Я как бы проще, наверное, чтобы было, это страшно, но проще. Они не пробиваемые. Вот тут какие-то удивительные люди, они серьезные. Нажмуддин Джабраилов участвует в специальной военной операции с первых дней ее проведения. Отец четверых детей ютится в этом скромном маленьком доме. Старший из сыновей Магомед также участник СВО. Именно для него Нажмуддин и хочет получить землю. Сын, который тоже с первого дня в специальной военной операции, я для него прошу эту землю. Три раза раненый, он сейчас тоже в госпитале лежит. Ему хотел этот участок, я чтобы он построил. Там непробиваемые они вообще, эти люди, я не знаю, о чем думают. Для них указание правительства и главы президента Российской Федерации, походу, не указано. В отказе своем местные власти ссылаются на отсутствие земель. Мол, распродано все. Вот только кому и когда – вопрос открытый. Торги были, говорят, мы это было, говорят. Я говорю, вы торговали, я на войне был, я воевал. У меня не было времени в ваших торгах участвовать. Хотя вы прекрасно знали, что у меня большая семья, четверо детей живут в этом доме. Я каждый раз в командировку приезжаю оттуда. Вот за моим домом следующая улица есть. Там свободные планы были. 20 гектаров кто-то накрыл, 5 гектаров другой закрыл. Я когда задаю землемеру вопрос, а это что такое? Ну, с Москвы приехали, богатые люди купили. Я не знаю, что мне сказать уже. Выделять земельные участки бойцам СВО положено на основании указа президента о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. В семье же Джабраиловых их по закону полагаются два. Один на отца, другой на сына. Но выбить пока у муниципальных властей не удалось и одного. Поэтому за помощью пришлось обратиться в Народный фронт. Мы все держим под контролем. И я думаю, что все равно мы поможем этой семье получить этот земельный участок. Я думаю, такие люди заслуживают. И не только земельного участка. Это люди, которые, не щадя своей жизни, находятся на специальной военной операции, защищают нашу родину, нашу страну и вообще наши интересы. Напомним, что ранее мы рассказывали о похожей истории другого бойца СВО из Новолагского района, где также муниципальные власти отказывались выделять земельный участок. Но и здесь проблема до сих пор не решена. Камила Мехтиханова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Кизлярский район. В Дагестане все больше популярность набирает бариатрия. Это хирургическое лечение ожирения, при котором проводится резекция желудка. К такому методу пациент обращаются случаи, когда они не могут самостоятельно похудеть и приобретают сопутствующие заболевания. К нашим специалистам в этой области обращаются не только дагестанцы, но и жители других регионов страны. Герою нашего следующего сюжета запись полная на несколько месяцев вперед. Рустам Пахрудинов из Махачкалы успешно оперирует у людей, помогая им побороть лишний вес и сахарный диабет второго типа. Подробнее в материале наших коллег. С обхода пациентов начинается рабочий день бариатрического хирурга Рустама Пахрудинова. В палате девушки после резекции желудка. Сейчас они готовятся к выписке и чувствуют себя хорошо. Врача встречают с улыбкой на лице и надеждами на то, что качество их жизни значительно улучшится. Одна из таких пациенток – 31-летняя Фатима Колобекова из Карачаева, Черкесия. Нет, страшно не было. После консультации с Рустамом Магомедовичем вообще успокоилась. То есть полностью все объяснил, чем вот жить, зная, что у тебя из-за лишнего веса ноги болят, суставы болят, что дальше будет хуже. Я сама сначала не хотела, меня уговаривали родственники. А после разговора с врачом я решила, сделали операцию. Все очень хорошо, никаких болей. География пациента в Рустамом Магомедовиче достаточно обширна. К нему приезжают из городов Дагестана и соседних республик – Москвы, Омска и Санкт-Петербурга. Такая услуга пользуется популярностью в основном у женщин. Запись у доктора «Пулная до марта». Мы уже работаем около пяти лет, занимаемся профилем именно пациента бариотерийского характера, то есть пациент, у кого индекс массы тела выше 40. Очень много докторов, которые занимаются этим профилем. Профилей докторов много, потому что пациентов еще больше. На самом деле проблема, как я и говорил, не впереди, не первый год уже. Остро стоит, так сказать, проблема не только бариотерийских. Имеется в виду проблема еще в лечении сахарного диабета второго типа, который стоит тоже очень острый на данный момент. Мы понимаем, что эта операция, на мой взгляд, больше показывая пациентам, у которых есть сахарный диабет второго типа. То есть мы этой операцией лечим две проблемы одновременно. То есть проблемы с сахарным диабетом плюс проблемы лишнего веса. Резекция желудка длится от 40 до 60 минут. В операционной врача сопровождают ассистент, анестезиолог и медсестра. Здесь у каждого работника в белом халате свой круг обязанностей. С ними пациенты делятся личными историями и переживаниями, пытаясь найти поддержку. Пациенты сложные, но очень интересные. У всех своя история, с какой они пришли, с какой они делятся с нами, со всеми. Будучи, находясь здесь, пытаемся помочь всем, кто нуждается. Задолго до операции мы смотрим анализы, мы смотрим лабораторные данные, мы смотрим какие-то инструментальные исследования для того, чтобы оценить все риски, возможные, связанные с оперативным вмешательством. После этого, как пациент поступает в клинику, мы их осматриваем повторно перед операцией. Непосредственно в день операции мы с утра с ними разговариваем. Также Рустам Пахрудинов заведует хирургическим отделением медцентра «Целитель». Здесь доступны вмешательства самого разного спектра. Гинекология, атеринология, травматология – это, конечно же, не весь список. В послеоперационном периоде людей, которые прошли через бариатрию, ведут эндокринолог и психолог. Выписываясь из клиники, пациенты знают, каковы их дальнейшие действия. Конечно, здесь должна меняться жизнь на до и после. Это достаточно большой, серьезный шаг в жизни пациентов. Фактически мы должны понимать, что режим питания, физнагрузки и прочие дела полностью меняются. Объем седины пищи, естественно, первые месяцы они становятся, грубо говоря, программ 50 в лучшем случае. Детские пирожки, детские каши, объем питания. Обычно это целый рекомендательный лист. Там все будет подробно расписано, что нужно делать, как выполнять. Общий стаж работы врача – 14 лет. Он окончил Дагестанский государственный медицинский университет в 2010 году и с тех пор повышает квалификацию в разных российских городах, а также участвует в образовательных программах за рубежом. Этой весной Рустам Магомедович планирует посетить бариатрический конгресс в Турции. А пока записаться на консультацию к нему можно по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Доктор принимает в Махачкале по адресу Ляхова, 22, медицинский центр «Целитель». Батиман Ханапова, Салья Магомедова, Нурмагавид Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Во благо процветания Родины. В Муфтияти Дагестана состоялась встреча с представителями духовенства республики в Приволжском федеральном округе и их родителями. Мероприятие возглавил заместитель муфти Абдулла Салимов. Он отметил неоценимый вклад религиозных деятелей в деле развития духовно-нравственных ценностей в регионах страны. Богослов поблагодарил сотрудников за трудоемкий труд. Он отметил цель муфтията республики – облагораживание нравов дагестанцев, которые по тем или иным обстоятельствам проживают за пределами своей Родины. Хочу вам передать салям от муфтия нашей республики, шейх Ахмад Афанди Абдуллаева. Ассаляму алейкум и рахматуллахи тааля баракатуху. Очень рад увидеть родителей, семьи, которые подарили нам таких работников, очень нужных работников. Вам огромная за это благодарность. И вы, братья и мамы, которые работаете, вот это вашей работой, вот этим вашим отзывом, поддержкой, пониманием, вы тоже себе обеспечиваете хорошее потомство. В завершении представителям муфтията Дагестана в Волжском федеральном округе, а также их родителям вручили благодарственные письма и памятные подарки. За чашкой чая душу раскрываешь. В Дагестанском гуманитарном институте прошел праздничный банкет, приуроченный ко дню российского студенчества. Учащиеся могли собраться за чашкой чая и поговорить о самом важном в уютной атмосфере, о еженедельной традиции ДГИ и чем отличилась эта встреча в сюжете Тамары Самедовой. Ароматный чай, вкусные угощения и разговоры о важном. Отметить день российского студенчества в ДГИ решили весело и с пользой. По случаю праздника в стенах вуза решили накрыть сладкий стол, который вот уже на протяжении полутора лет стал частью благословенной пятницы. Добрая акция Джума Мубарак – одна из самых любимых для студентов и преподавателей учебного заведения. У нас студенты очень креативные. Вот это мероприятие, которое мы сейчас тоже приурочили к этому событию. Смотрите, ни у кого такого нет. Любой вуз проверьте, никого нет. Это очень мне, во всяком случае, импонирует, то, что студенты вот так делают и очная форма обучения, и заочная форма обучения. И вообще, мне кажется, нам бы не мешало, чтобы мы масштабировали вот это мероприятие, такого рода перенесли на другие колледжи, другие вузы. Здесь собрались студенты со всех направлений заочного отделения ДГИ. Активистка института Зайнап Гулиева считает, что вкусный стол – это не только угощение и ароматный чай. Это отличный повод отметить окончание сессии и пообщаться в дружеской обстановке. ДГИ для своих студентов старается делать все максимально, чтобы мы здесь чувствовали себя одной большой дружной семьей. Мы рады, что подобные акции объединяют нас, сплачивают, сдруживают. И мы искренне рады внести свою лепту в наше духовное развитие. А завершился вкусный стол дискуссионной площадкой, где преподаватели и студенты вуза говорили о важности социально-правового статуса женщины в исламе. Данная тематика является актуальной. Почему? Потому что статус женщины может различаться в разных обществах. И иногда практика не совсем соответствует исламским учениям об уважении к женщинам. Такие встречи проходят еженедельно, в каждую пятницу. Акция была создана для того, чтобы студенты из разных направлений могли между собой познакомиться и наладить контакт. Ведь во время учебного процесса учащиеся не всегда могут найти на это время. Тамара Самедова, Амина Магомедова, Магомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Приятных всем выходных и хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова